Сегодня в Верховном суде Татарстана допрашивали свидетелей по делу 62-летнего Наиля Исанова. Трагедия произошла в последний день апреля этого года в поселке Васильево. По версии следствия, он зарезал двух человек своих соседей за место для парковки своего автомобиля. Мужчина оставил машину под окнами соседнего дома, что не нравилось его жителям. Женщина попросила убрать транспортное средство, но это обвиняемому не понравилось. И тогда в ход пошел нож. Из зала суда репортаж Альбины Минебаевой. Если там просили убрать машину, убирал, спокойно, без разговоров. Виктор Евграфов, бывший сосед подсудимого и убитых, рассказал, что в тот день 30 апреля его, так же, как и обвиняемого, попросили убрать машину из-под окон соседнего дома. Женщина рассказала, что автомобили мешали вынести струбленную яблоню. Виктор спокойно переставил автомобиль и пошел со своим сыном на рыбалку, но вечером, вернувшись домой, не мог поверить своим глазам. Увидел такую картину, два трупа лежат. Как позже предположило следствие его соседей, 47-летнюю женщину и 25-летнего друга ее дочери убил Наиль Исанов. Сам мужчина во время допроса рассказал, дождался, когда соседи уберут дерево и решил вернуть машину на место удобной парковки. И, видимо, убитая чужой машине у своего дома была явно не рада и стала преграждать ему дорогу. Тогда он схватил за нож, во всем сознался сразу после задержания. Когда я взял нож, цепнул его, ударил, я не помню, все смутно идет. Потом парнищик какой-то побежал, тоже я его ударил. Потом девушка подошла, цепилась в меня, ну я ножок не пустал, выставил мне сразу кулаком и с него машину уехал. Уехал недалеко. Бывшая жена уговорила вернуться. Он припарковался у магазина буквально в 100 метрах от места происшествия и пил, пока его не задержали. Орудие убийства лежало рядом на пассажирском сидении. В данном случае есть обстоятельства, смягчающие наказание. Это, во-первых, его признание вины, потом наличие несовершеннолетних детей. Вот эти обстоятельства, они влияют, конечно, на значение его возраста, конечно, и состояние здоровья. Наиль Исанов свою вину полностью признает, однако раскаиваться в совершенном не стал. Гособвинение намерено запросить для подсудимого максимально возможное наказание.